Вот Дубной, у Шара находимся, в улице, в Лагере, в Италии, вот, как дела там. Машин, да, много, порядка 20 милей, человек 40, наверное. Основной составляющей, конечно, это с нашего клуба ребята, еще ребята с Балашевым клубом, вот, работают в выездной кафе у нас. Что, не поедете к нам? Ну, зря, в следующий раз ждем. А что они делают? Бухают? Нет, они не бухают, они в другом месте. Они эти, вегетарианцы, да? Нет, они не вегетарианцы, они поехали на дачу сегодня. Ну ладно, давайте, на связи тогда. Это вот эти бухают, да, которые с нами, вегетарианцы? Вегетарианцы готовы. Вегетарианцы, они всегда бухают, а мы мясо, мясо можем поесть, отдохнуть на природе. Да, отдохнуть на природе. И сделать какую-то полезную, при этом функцию и миссию выполнения. Поехать, значит, и сделать, соответственно, что-то полезное. Например, рассказать о таком объекте, как шар под Дубной. Да, шар под Дубной мы чисто спонтанно выбрались сегодня проектом нашей сборы 4х4 в это место. Вывели много новичков, которые посмотрели на это, как говорится, чудо Подмосковья. Его можно так назвать, потому что это в Подмосковье, в принципе, в России такое место одно. Это чей флаг вон тот, желтый? А, это желтый флаг, это королевского клуба леший. А это чей флаг? Это что за флаг? А это просто пираты какие-то. К нам присоединились, ребята-пираты. Значит, надо будет у пиратов еще интервью взять, что этот флаг делает у нас на мероприятии. А на нашем мероприятии могут находиться много флагов. И пираты, и леший, и балашиха. У нас же сборы 4х4, а это самое основное. А почему на наших мероприятиях можно не думать о том, что пираты будут заниматься, значит, соответственно, как сказать, будут заниматься только благами? В этом гарантию дает и не только пираты, да, любые внедорожные клубы, которые, короче, себя не будут нормально вести на природе, что значит нормально, загрязнять экологию, значит, делать, в общем, нехорошие вещи, становиться источником лесных пожаров, например, или еще чего-то такое. В общем, коротко скажем, те, кто пакостничает на природе, с ними нам не по пути. У нас в территории общения сборы 4х4, и мы за экологию. Да, за чистоту, за здоровье, за где-то, грубо говоря, воспитание, значит, подрастающего поколения. Да, да, да. По поводу воспитания подрастающего поколения, вот, сегодня есть в нашей колонне дети, которые тоже заряжаются духом джиперства с самого детства. Именно в том направлении, в котором должно развиваться, делать благо, то есть смотреть за экологией, где-то кто-то хулиганит, значит, сообщать соответствующие органы, там, допустим, в МЧС, там, допустим, если увидят, что лесной пожар, или если видят, что у человека беда, не оставлять его, а аккуратно спросить, что он там делает, почему в лесу находится человек, где наши, значит, организации, которые следят за лесами, полями и прочими, значит, как сказать, объектами, значит, ну, как сказать, ну, я бы сказал, социально важными, потому что, если за ними не следит отсутствие этих объектов, вот таких зон рекреационных, либо их, грубо говоря, уничтожение приведет к тому, что люди перестанут, как сказать, быть людьми, быть людьми, мы же не свиньи, чтобы приходить и мусорить, можно взять, убрать с собой и утилизировать его в соответствующем месте, там, где это нужно. Я уже хочу кушать, пойдем кушать, сходить в наше кафе, там все готово, они, видимо, команду ждут, да, а вы откуда, девушка? Мы в лесных поляна. Лесные поляны, это где у нас? В лесных поляна, ну, это, как бы, мы все считаем королевым. Вы как считаете, что вы можете сказать по поводу сегодняшнего мероприятия, что оно несет в какой-нибудь себе, как сказать, миссию? Ну, полезную? Ну, да, конечно, обязательно. Какую? Ну, во-первых, мы, когда все вместе выезжаем, мы, в принципе, второй раз мы с вами ездим. Вы в каком клубе, в Лешем? В Лешем. В Лешем. Очень приятно. Но вы из полян приехали? Да. То есть вы в Лешем из полян? Да. Ну, по-настоящему российский внедорожный клуб Лешем. Да, российский внедорожный клуб Лешем. Откуда к вам еще приезжают люди? Они приезжают, а все России. Молодцы, молодцы, красавцы. Я думаю, вы достойны даже какой-то государственной программы поддержки. Поддержки, значит, в целях, я имею в виду, споры 4 на 4 точка РФ. Поддержки со стороны, значит, МЧС, значит, и прочих, возможно, каких-то структур, где можно использовать граждан и по их собственному желанию, по их мыслям и, как сказать, по личной инициативе, по духовному позыву, я не знаю. Ведь поклонники оффроуда на самом деле хорошие люди. Они зародились именно в тех местах, где в них была необходимость. То есть это лесные угодья и так далее. То есть сельское хозяйство и так далее, и так далее, и так далее. Везде, где нужен хороший внедорожник, который тебя никогда не подведет. И эти люди только за благо и за просветание нашей великой, могучей, великой Родины России. Россия, мать, зовет на подвиг. Она не на подвиг, она на помощь свой народ зовет. На помощь она зовет. А мы должны ей помочь. Владимир Владимирович сегодня всем показал. Мы, конечно, никогда политикой не занимаемся, но сборы 4х4 – это реально мощная организация, которая может помогать и Владимиру Владимировичу Путину в достижении его, как главнокомандующего, любых целей и вопросов. Сборы 4х4 – это территория общения. Повторю, это еще раз и неоднократно. Все будет хорошо. Да, красавчик. Что, еще не готово? А то она, главное, возьми интервью тоже. Принешне интервью. Откуда ты? Принешне интервью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова